С марафоном можно сравнить путь в любом искусстве, где нужно очень быстро бежать, чтобы оставаться на месте. Ну а если ты хочешь куда-то попасть, нужно бежать еще быстрее. На той же дорожке уже признанные чемпионы, любимцы публики, попробуй их догони. Такой свой рывок часто вспоминает Елена Стихина. Молодая дева Мариинского театра уже привыкла к сравнениям с Анной Нетребко. Но еще пару лет назад известие о такой замене Анной Еленой. Многотысячный зал парижской оперы встретил возмущенным голом. Парижане бурчали первую часть Евгения Онегина, а провожали певицу уже бурными аплодисментами. Впрочем, путь Елены Стихиной в оперу не был стремительным. Детство в небольшом уральском городке и впечатление от оперы девочки из обычной семьи. Толстые тетеньки и дяденьки катаются по сцене. Неплохо, кстати, подмечено, когда ей уже профессиональные певицы отказывали. Не тот голос и не та внешность. Из Москвы в молодой коллектив, где без интриги проволочек она просто могла спеть все партии, которые годами ждут в столицах. Мариинка, победы и успехи, все выше и громче. И, наконец, прошлым летом триумф. Престижнейший фестиваль в Зальцбурге. В одном из зальцбургских кафе во время фестиваля именем Елены даже назвали томатные ризотто. У тамошних меломанов отменный вкус. Вот и мы просто обязаны прислушаться и приглядеться. Меня зовут Елена Стихина. Я солистка Мариинского театра. В детстве я очень мечтала стать умной. Когда в детском саду надо было кушать кашу, и уговаривали воспитатели, что вот рисовая каша, каша красоты, овсяная каша, каша здоровья, гречневая каша, каша ума. Мне всегда казалось, что надо обязательно есть гречневую кашу, и хорошо ее есть, чтобы быть умной. У меня на самом деле прозвища никакого не было. Ну или я о нем просто не знаю. Но у меня всегда из-за того, что я была очень полная в школе, я всегда дралась с пацанами, с мальчиками постоянно. Такая была очень мальчуганистая. Я надеюсь, что за глаза меня никто не обзывал. Мне страшно, когда... Ой, мне очень страшно, когда высоко, например. Я боюсь высоты. Я очень не люблю личинок. Вот это я боюсь. А так, в принципе, что страшно. Если мы живы и здоровы, все, можно изменить. Ой, у меня был случай. Я пришла в Deutsche Oper на премьеру Соломеи. Слушала эту оперу и думала, боже, когда же это уже закончится. Я не могу это больше слушать. Это какая-то какафония. Спустя год я дебютировала в опере Соломея на сцене Мариинского театра. И сейчас я безумно люблю эту музыку. И я считаю, что это полный космос. На самом деле нам не по себе и неприятно слушать музыку, которую мы не знаем. Поэтому надо погружаться в нее. Я бы, наверное, очень хотела встретиться с Монсеррат Кабалье. Для меня это одна из таких знаковых певиц, о которых я слушала и слушаю до сих пор. И мне очень жалко, что, когда я уже на своем этапе становления певица, она еще была жива, а я так с ней не познакомилась. Музыка, которая возвращает меня в детство. Не знаю, песни Аллы Пугачевой и Филипп Киркорова, наверное. Это они. Потому что они были очень популярны, когда я была маленькая. Поэтому я всегда как-то чувствую себя маленькой девочкой, когда слышу эту музыку. И мне, кстати, очень нравится. Я буду сюда петь. Он князь пришел посмотреть. Приходи, живой свет, мы умчимся с тобою, отцом и отец. Любимое приложение в телефоне? Инстаграм. Можно сказать, мое такое специализированное хобби. Потому что я пришла к мысли о том, что я бы хотела делиться с молодыми певцами тем, что я не знала, когда начинала. Самый запомнившийся комментарий в соцсетях. Это когда Анна Юрьевна Нетребко прокомментировала мой пост и написала, какая же ты красивая баба, Лена. Я не могу простить. Ну, да, наверное, не знаю, все можно простить. Не сталкивалась еще с тем, что его нельзя было простить. А висели ли у меня постеры в детстве? Я не знаю. Я не помню. У меня висел ковер, это я помню. А про постер я не помню. В караоке я бы спела «Жетэм Лара Фабиан». Все дело в том, что я просто не знаю французского языка в той степени и даже текст этой песни. Я не знаю, просто она мне очень нравится. Как много лет во мне любовь спала Мне это слово ни о чем не говорила Любовь таилась, в глубине она ждала И вот проснулась и глаза свои открыла В последний раз я чувствовала себя счастливой, когда, не знаю, когда пять минут назад кофе пила. Это было так классно. Я не стесняюсь выражений своих чувств на самом деле и всех к этому призываю. Мой девиз, не знаю, что «Делай все возможное, все невозможное сделает Бог». Я не знаю, это чья-то цитата или где-то я украла, но, в принципе, я этому следую в жизни. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...